Оказывается, мы были на заповедной улице. Мы были на заповедной улице. Проспекту Барова-Лучицкая. Это заповедная улица. Там Крыльевский музей, музей внизу. Продолжение следует, собственность. Вот так вот. И такой дом. Ульяновского. Дальше там гребяшки. Кот жирный. Спасибо. Какой колорит. Гребяшка, новая стройка и какое-то благородное здание, скорее всего. Стережки сделали. Ну, она как. Интересно, что там. Садьба куницы. Это садьба. Продолжение следует. Сейчас я подойду поближе, удачный, покажу этот дом. Это тоже какой-то дом старинный хранится, музей, сейчас посмотрим под берег, пойдем, какой-то жилой тоже дом, который охраняется государством. Смотрите, это лечебница, о как. И парк такой небольшой, красиво здесь. Вот как-нибудь в библиотеке. Вот где может идти кеги меняться. Вот так оно у них называется. Казина Проткор. Сколько я знаю, это Собратель области. И вот это же. Деревня Пантелей вы родились в Архангельской области. Архангельский митературный музей. Голоспидистов много, в принципе здесь хорошо кататься, все равно. Наступный музей. Убийц. Как? Убийц. Убийц. Иголоспидистов. Убийц. Убийц. старый старый прогулка по старому Архангельскому можно так это называть когда-то зачитывался очень нравилось это собирательный образ там четыре писателя трудились Толстые и Жемчужниковые братья два Жемчужниковых и Толстого если не ошибаюсь такой шпиль я опять у дома Куницы усадьба такой музей там они занимаются еще памятник дом анангелы еще памятник дом анангелы не знаю какая такая такой памятник еще здесь есть как это называть так вот дом анангелы поморская арта пушка такой древний дом дом Тюдинова даже такой памятник мужик на треске как вы думаете кто это с виду похож на Игнатия Лапкина реально на самом деле это Борис Викторович Шергин не знаю кто это можно будет кстати если буду монтировать видео я в титрах укажу кто это видимо основатель чего-то какой-то хороший человек ага вот тут что-то написано Дар Поперенко и Шевелёва Архангельску скульптор Сюхин архитектор Сюхин короче я добавлю к этому видео титры кто такой Борис Викторович Шергин на может расскажу вот такой здесь памятник здесь необычный вот такой сам Игнать вот ты вот 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 Похоже, он больше налейит туристов. Аминь, где кругом, старинные дома. Вон там тоже какой-то. А это кто? Я думал, Денбазай. Степан Григорьевич Месяхов, кто это? С голодным на голове. И много много рыбы поймал. Это рыбак, что ли, какой-то? Капусть. Не знаю. Это надо уже осмотреть страничку справки. Это улица, названная часть вот этого человека. Федор Степан Григорьевич Чембаров-Лучинский. Руководитель союза работников восхищения. Редактор газеты «Известия» Ранского совета. Борис Рекидационный грамотный населения Курдас-Арханбиска. То есть местный житель здесь? Да. Он здесь жив. Спасибо, Вика. Выручила выжить. Улица Чембаров-Лучинского здесь. Улица Поморская теперь идет. А вон камень, поменешь играть? Мы еще к камню пойдем. Почему? Тверца. Тверца. Это пианино. Ух ты, он играет. Живой, он реально играет. Ничего себе. Интересно, как его дождик относится? Не знаю. Может, он вон на дождик. Тверца. 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 А че он такой маленький? Нормально. Нет, я про пианино. Маленький пианино. Ира Реальчик. Чувствуешь, когда ты вот так играет? Инпровизатор. Когда ты вот так. Чувствуешь, как играет? Такой веселый здесь сквер. О! Кстати, я хотел зачитывать не буду. Какой-то дома памятник. Короче, можно заползить и прочитать, кто здесь находился. Там еще надпись. Ну, более серьезная. Видимо, еще в советском. А вон то, у нас в Мурбаске есть лавочка ледокола, здесь лавочка кораблика. Вот откуда Чебе взял эту идею. Что-то серьезно играют. Прям такие. Прям изящей Ветховена. Папа, ты хочешь на пианино театре, а вон то постарается нажимать на клапиши и извлекать звук. Так и звук издается, конечно. Даже котам это нравится. Коты забавные. Такой веселый скверик. Фаршивиш. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok